Вы в курсе, что на Кубани в этом году отремонтируют 600 километров дорог? В рамках государственной программы Краснодарского края развития сети автомобильных дорог выделен 31 миллиард рублей. Также в рамках нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги на ремонт магистрали в Краснодаре, Новороссийске и Сочи потратят более 3 миллиардов. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ «Время» программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, которые затрагивают интересы всех жителей края. Основная цель региональной госпрограммы развития сети автомобильных дорог Краснодарского края – улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В прошлом году задачи выполнялись за счет двух подпрограмм – строили, реконструировали, делали капитальный ремонт, местным бюджетам предоставляли субсидии. В 2019-м схема та же – федеральный и краевой бюджеты, проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы предусмотрены на нескольких сотнях объектов. Но вот в летний сезон на Кубани запретят ремонт дорог, в том числе и на федеральных трассах. Об этом на краевом планерном совещании говорил губернатор Вениамин Кондратьев. Также глава региона отметил, что на участках в сторону побережья не должно быть реверсивного движения. Основная задача – не допустить пробок на трассах, ведущих к морю. На совещании также обсудили работу регионального дорожного фонда. В этом году его объем составляет, напомню, 31 миллиард рублей. На что направят средства и где появятся новые транспортные артерии – об этом расскажем в нашем сюжете. Путь, который измеряется минутами, растянулся на часы. Пробка длиною в 7 километров застала автомобилистов врасплох на восточном обходе. Дорожная полоса от поселка Индустриального до улицы Уральской на минувшей неделе в картах навигатора окрасилась в багровый цвет. Причина тому – ремонт федеральной трассы. Интерес автолюбителей уже учли. Работы на участке будут продолжаться только в ночное время. Ситуацию в числе прочих сегодня обсудили на краевой планерке. На совещании Вениамин Кондратьев собрал своих заместителей, руководителей профильных ведомств, глав муниципалитетов, а также дорожников. Курортный сезон уже близко, а значит нужно подготовить автомагистрали к наплыву туристов и гостей региона. Губернатор напомнил – все основные ремонтные работы на дорогах нужно закончить до 1 июня. О реверсивном движении в летний сезон не может быть и речи. В курортный сезон, еще раз подчеркиваю, даже работа ночью, она ни к чему хорошему не приведет, потому что поток настолько интенсивен отдыхающих, что едут и рано-рано утром, и поздно-поздно ночью. Поэтому, в принципе, для работы и для ремонта дороги времени в течение суток не остается. Даже ночью, еще раз подчеркиваю. Как и в прошлом году, 1 июня мы завершаем ремонт любых дорог, потому что мы входим в курортный сезон. Реверс исключен по определению, и мы должны оставить двустороннее движение, понятно, до осени, когда курортный сезон пройдет, и тогда уже опять приступить к дальнейшему ремонту. В этом году на Кубани отремонтируют около тысячи километров дорог. Объем фонда колоссальный – 32 миллиарда рублей. И каждая копейка пойдет на конкретные цели. 21 миллиард рублей выделили на региональные дороги и около 10 на муниципальную сеть. Губернатор обратился к главам. До 1 мая нужно заключить контракты с подрядчиками, и не стоит затягивать с подачей документов. Важно, чтобы строители обращали внимание не только на сроки, но и на качество работ. Хорошие и ровные дороги должны появиться даже в самых отдаленных станицах и поселениях. 10 миллиардов рублей – достаточно огромная судьба. Еще раз подчеркиваю, но заключением, наверное, Москвы в Отковской области никакой больше регион не может похвастаться, что 10 миллиардов выделяет на муниципальные дороги. Здесь мы должны показать, что это не просто деньги выделенные. Эти деньги, они трансформировались в качественные новые, либо существующие, но хорошо отремонтированные муниципальные дороги. Коллеги, вот еще раз подчеркиваю, я обращаюсь к главу муниципальных образований. 10 миллиардов – это внушительная сумма, это ощутимо. Вот это должны, в первую очередь, ощутить жители не в километрах и в общем освоении, а в конкретных улицах и конкретных промежутках. Конкретных, по которым мы можем с вами пройти и конкретно посмотреть. Результат, если он есть, он будет явно видим жителями. И вот это я хотел бы, чтобы жители мне сказали, когда мы в район все вместе приедем. Коллеги, Анатолий Ильич, вы это проконтролируете, чтобы на такой был подход, именно такой. Уровень дорожной инфраструктуры – важный фактор, который влияет на качество жизни в регионе, уверен Вениамин Кондратьев. В крае выделяются весомые суммы на развитие транспортной сети. Например, в этом году приступят к строительству двух масштабных проектов – обходы станицы Ленинградской и города Тимошевска. Такое долгожданное решение позволит устранить заторы и пробки в двух населенных пунктах. Станицы Ленинградской и подготовительной работы уже вышли на финишную прямую. Получено заключение госэкспертизы. А в Тимошевске закончили проектировать дорогу, которая свяжет между собой несколько транспортных узлов и путепроводов. Обход Тимошевска – это второе очень важное, принципиальное сегодня решение. Мы начинаем строительство обхода Тимошевска. Тема тоже не то, что она назрела, она уже перезрела. Сколько бы мы в Тимошевске не были, вопросы одни и те же. С этими переездами железнодорожными, что люди по два часа стоят в машинах, машины закипают, и люди закипают лет. Поэтому объезд Тимошевска – это сегодня стратегически важная задача. И сегодня мы заявили, что мы приступаем в этом году, что мы должны приступить в этом году к объезду Тимошевска. А когда мы его закончим? Я думаю, не менее трех лет у нас уйдет на строительство. Там проект очень большой, там большое количество путепроводов, земельных работ. Там категория дороги у нас первой категории дороги, и строительная длина 14,7 километров. Тем не менее, в этом году мы приступаем к обходу Тимошевска. Правильно я понял? Да. Впервые в рамках профильного нацпроекта возможность не просто залатать дыры, а привести в порядок целые автомагистрали получили Сочи и Новороссийск. До этого в программу входила только Краснодарская агломерация. Участки, на которых появится ровное дорожное полотно, выбирали сами жители. Обновление в Олимпийской столице ожидает 63 улицы и 10 в городе Героя. Одна из таких улиц – Видова. Ее называют дублером Анапского шоссе. После ремонта, как говорят сами дорожники, Новороссийск снова задышит и избавится от многокилометровых пробок на въезде и выезде в город в часы пик. Из-за одновременных работ на нескольких улицах курортные города не должны встать в пробку. Перед началом летнего сезона в порядок также нужно привести трассы, обочины и придорожный сервис. Ведь о наших курортах туристы в первую очередь будут судить по состоянию дорог. К слову о придорожном сервисе. На Кубани разработают схему размещения этих объектов. Такое поручение дал глава региона. Подобные площадки должны включать в себя не только кафе и заправки, но и небольшие гостиницы со станциями технического обслуживания автомобилей. Идея концепции – получить максимальное количество услуг в одном месте. Качество курортов сегодня растет, безусловно, но дороги к ним должны тоже по качеству и уровню придорожного сервиса тоже расти. Вроде как обочины почистили, эти рыночки облагородили. Коллеги, но это опять-таки, это накрасили губы, как я говорю, или подштукатурили что-то. Нужно сегодня конструктивно менять, как мы меняем конструктивно облик в целом нашего побережья, наших курортов. Так, конечно, и вот того придорожного сервиса, который сегодня у нас есть. Эти заправки, кафе, в целом объекты придорожного сервиса. Вот кто, на что гораст, у кого, насколько есть возможности, там он их и лепит. Не размещает, а лепит, коллеги. Необходимо разработать и утвердить схему объектов придорожного сервиса. И я еще раз подчеркиваю, коллеги, схема в целом, она зависит в первую очередь от глав муниципальных образований, потому что тех муниципальных образований, через которые проходят федеральные трассы, ведущие к морю. Администрация края, Росавтодор и ГК Автодор разрабатываем эту схему, утверждаем, что эта схема станет путеводителем, в первую очередь, для нашего краевого департамента архитектуры, департаментом торговли, для наших муниципалитетов в части приведения генпланов и правил землепользования и застройки в соответствии с этой схемой. Вдоль федеральных трасс предусмотрено 28 мест размещения многофункциональных комплексов для придорожного сервиса. На данный момент из них работают 8. А вот применение новых материалов и технологий в дорожном строительстве обсуждали в Сочи с участием первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Кубани. В Сочи на международную конференцию собрались ведущие предприятия дорожной отрасли региона. Ученые, профильные специалисты из Китая, Португалии, Франции, Кореи, Германии. Всего более 200 человек. Специалисты дорожной отрасли в течение двух дней будут обсуждать применение новых материалов и технологий в дорожном строительстве. Как отметили на открытии конференции, в Краснодарском крае сегодня используют современные технологии ремонта дорог, что увеличивает срок их службы. А для проверки качества проведенного капремонта на Кубани используют специальную лабораторию. Дороги Краснодарского края одни из лучших по регионам Российской Федерации. Это безусловно, это отмечают гости, это отмечают сами жители. Ну и по некоторым направлениям мы можем посоревноваться с европейскими странами. Наши сочинские магистрали, они ничем не уступают автобанам Германии. В этом году на обновление асфальтового полотна в крае потратят более 31 миллиарда рублей. Также в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено более 3 миллиардов на ремонт магистралей в Краснодаре, Новороссийске и Сочи. Строительный сезон у нас уже начался с марта месяца. Самые масштабные работы будут, конечно, в городе Краснодаре, город Сочи, город Новороссийск и региональные дороги. Протяженность региональных дорог составляет 9 тысяч километров. Планируем отремонтировать в этом году порядка 600 километров. 31 миллиард рублей выделяется на реализацию госпрограммы Краснодарского края развития сети автомобильных дорог. А вот на региональный проект «Безопасные и качественные дороги» на Кубани в 2019 направят 3 миллиарда рублей. В Сочи его реализация уже началась. В городе приступили к самому дорогостоящему в этом году ремонту дороги. Расположена она в селе Пластунка на улице Леселидзе. На капремонт двух километров дорожного полотна выделено 80 миллионов рублей. Начать долгожданную реконструкцию удалось именно благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В течение шести лет на его реализацию городу будет выделяться более 800 миллионов рублей. Длинный путь этой дороги к нынешнему ремонту начался более сотни лет назад. Появилась она вместе с самим селом, а основана Пластунка в 1870 году. Были времена, когда эту дорогу, ведущую к местному кладбищу, вообще обходили стороной, вспоминают старожилы. Помимо бездорожья мешали и постоянные оползни. За 150 лет первая капитальная дорога, которая коснется тех людей. Народ здесь очень много живет, только местных жителей где-то около 400. И еще полтора тысячи дачи просто отсюда не видно. Они в лесу, бывшие колхозные поля, огороды, все заняты ими, этими дачами сегодня. И это очень благое дело. Так что большое спасибо Анатолию Николаевичу. Грунтовую дорогу периодически посыпали щебнем, но в целом картина здесь однообразная. Пыль, грязь и идущие пешком местные жители. До конечной остановки 114 маршрута почти километр. Но путь жителей этой части улицы Леселидзе удлинился после недавнего зимнего паводка. Из-за обильных дождей здесь смыло деревянный мост, связывающий нижнюю пластунку с верхней. А там была еще одна дорога, по которой можно было попасть в город. Сегодня местные жители увидели свет в конце тоннеля. Люди не верили, а теперь, конечно, поверят, что действительно и ТОС работает, и сельсоветы, и депутаты. Мы рады, конечно, теперь. Еще если мост там сделают, тот на ремонт сказали, старый наш, вообще будем в шоколаде. Люди уже могут и доехать на кладбище могут, потому что пешком старые люди, пожилые, тяжело дойти. Я тоже в этом году не пошла, вот сейчас, потому что мне тяжело идти. Сельскому кладбищу более 70 лет. Помянут родных и близких сюда приезжают сочинцы из всех районов. Поэтому работы стали подарком для города в целом. 840 миллионов на ремонт муниципальных дорог зашло в этом году в город Сочи, и так будет в ближайшие 4 года. То есть работа непочатый край. Создан общественный совет, который курирует строительство этой дороги по качеству, по технологии и так далее, чтобы этого хватило на долгие-долгие годы. С завершением ремонта сюрпризы для селян не закончатся. Со временем в эту часть нижней пластунки начнет ходить и общественный транспорт. Реализацию краевых программ, развитие сети автомобильных дорог и безопасные качественные автомобильные дороги обсуждают и на приемах граждан в краевой столице. Как известно, к губернатору чаще всего обращаются с проблемами, которые касаются сразу всех сфер жизнедеятельности. В числе первоочередных у жителей края и вопрос реконструкции дорог, мостов и прилегающих к ним территорий. Прогнившие деревянные доски и неустойчивые перила. Так в январе выглядел пешеходный мост в Танице на Волокинской. С центром поселения переправа соединяет всего лишь одну улицу. Чтобы не подвергать себе опасности, люди обходили путь в 3 километра, когда по мосту он гораздо короче – всего 200 метров. О том, что путепровод находится в аварийном состоянии, жительница Станицы Оксана Ракелова рассказала Вениамину Кондратьеву в ходе январского приема граждан. По поручению губернатора там начали ремонтные работы. И уже в середине февраля мост стал доступен для местных жителей. Наш мост долгое время находился в аварийном состоянии. И для нас, жителей Станицы на Волокинской, это была огромная проблема. Потому что у нас улица Заречина – это самая отдаленная улица нашей Станицы. И там проживают и многодетные семьи, и много пенсионеров, которым очень далеко добираться было до центра. И сейчас мы очень рады тому, что наш мост отремонтировали. Обновленный пешеходный мост для Станичников – большое событие. Здесь демонтировали старое и установили новое деревянное покрытие, а также металлические перила. ЖКХ и благоустройство территории – одна из частых тем обращения губернатора. На одном из приемов главе региона приехали жители Павловского района. Они попросили помочь в строительстве тротуара вдоль одной из дорог в поселке Октябрьский. Людям приходилось ходить по проезжей части. У нас это единственная дорога к объектам социального значения – школа, больницы. У нас за год было два смертельных случая. Мы неоднократно обращались к всевозможным инстанциям, но вопрос этот не решился до сих пор. Тогда Вениамин Кондратьев объяснил главе Павловского района, что тянуть с решением таких вопросов и заставлять людей обращаться с просьбой о строительстве тротуара к губернатору – неправильная работа. Если вы до сих пор не пришли к способу решения вопроса, то как же вы собираетесь его решать тогда? Поэтому еще раз подчеркиваю, с 2009 года и идет переписка, потому что на весе, что вы есть, что я смотрю, что особо результата нет, потому что проблему так никто и не в них, и не погрузился. Потому что точно тротуар – явно некомпетенция Министерства транспорта. Это явно некомпетенция. Это у вас должен быть четкий алгоритм и способ решения вопроса. И вы уверяете, Борис Иванович, что вопрос будет закрыт? Точно. Вот это что, с 2009 года переписка? Футбол в народе меня не устраивает. И устраивать никогда не будет. Все, договорились, вопрос снимается. До первого повестки дня сегодня, до конца года, что тротуар был. По просьбам жителей поселка возле учреждения были установлены мигающие светофоры, лежачие полицейские. Кроме того, у школы появились уличное освещение и тротуар. А вот в Абширонском районе построят новый автомобильный мост. Об этом стало известно на другом приеме граждан. На встречу с главой региона приехали люди из разных уголков Кубани. К слову, госпрограмма развития сети автомобильных дорог Краснодарского края предусматривает и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. В прошлом году на выполнение аварийно-восстановительных работ были предусмотрены 750 миллионов рублей из краевого бюджета. В числе заявителей сегодня и Татьяна Будко. Для девушки попасть на прием граждан к губернатору как последняя попытка решить наболевшую проблему. В октябре из-за разгола стихии в поселке Станционном произошло обрушение двух мостов – пешеходного и автомобильного. Часть поселка Станционном осталась без автомобильного моста. Часть поселка осталась отрезана полностью от внешнего мира, так как мы живем на полуострове. У нас нет возможности выехать на своем личном транспорте, с город по своим нуждам. Губернатору Татьяны рассказывают, что до большой земли жители поселка Станционный могут добраться только благодаря пешеходному мосту. Строительство нового путепровода уже запланировано на этот год, докладывают главе региона. Мост обойдется в 300 миллионов рублей. Однако Вениамин Кондратьев поручил подготовить отчет в целом по всем объектам, которые пострадали во время Октябрьского ЧАЭС. Здесь поручения скоординируйте, и министр ГОЧС края пусть подготовит комплексное решение. И уже достаточно времени, про что? Чиний месяц доложен. В целом, по жителям, которые находятся в подобной ситуации. Теперь давайте по этому вопросу конкретно. Есть какое-то решение? Еще ранее в муниципальном образовании была разработана проектная инвентация на строительство моста. 1 мая муниципальное образование подготовит землю. 1 июня мы проведем отбор муниципального образования по доведению денег. Я думаю, что с 1 сентября начнется строительство данного моста. 1 сентября 2020 года автомобильный мост будет, по вашим подсчетом. И уже дети в 2020 году смогут с родителями на их автомобилях подъезжать к своей школе. Там, кто будет довозить. Татьяна Батко, как и другие заявители, отправились домой с хорошими и, главное, важными новостями. Ведь на личных приемах граждан проблемы кубанцев находят оперативное решение. При участии глав районов и руководителей краевых структур. Как известно, Кубань еще и мощный железнодорожный центр Юга России. Протяженность железных дорог в крае составляет более 2000 километров. Это чуть больше трети от общей длины Северо-Кавказской железной дороги. Одна из основных задач, поставленных перед Краснодарским регионом с Северо-Кавказскими железными дорогами – это перевалка экспортно-импортных грузов с железнодорожного на морской транспорт в морских портах края. Эту работу также курирует Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Под контролем ведомства состоялось и официальное открытие железной дороги в объезд Краснодара. Новая магистраль позволит разгрузить главную станцию Кубани – Краснодар-1. Все транзитные товарники теперь пойдут в обход. Масштабный проект имеет значение не только для Краснодарского края, но и для всего Юга России. Всего за два года появились две новые станции – 65 километров рельсов и шпал. Новую ветку построили в короткие сроки и по самым современным технологиям. На официальном открытии присутствовали заместитель председателя правительства России Максим Акимов и губернатор края Вениамин Кондратьев. Почти два года строительства десятки мостов и разъездов, миллионы шпал и тысячи бетонных блоков. Железная дорога протяженностью 65 километров соединила сразу три района Кубани. Долгожданная магистраль открыла новые возможности не только для экспортного потенциала региона, но и для развития экономики всей страны. Сегодня официальный старт движению грузовых поездов дали вице-премьер России Максим Акимов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Открыть движение разрешаю. Грузовые составы в объезд краевой столицы будут ходить от станции Козырьки в районе Кореновска до новой станции Гречаная в районе Тимошевска. Новая ветка направлена на то, чтобы разгрузить Краснодарский железнодорожный узел. Если раньше нефть, газы серы увезли через кубанскую столицу, то теперь половину проходящих товарных поездов пустят в обход города. Составы смогут быстрее доставлять груз Козово-Черноморским портом. На объекте трудились около двух тысяч строителей в две смены. Максим Акимов благодарил всех за качественную работу. Как отметил заместитель председателя правительства, сегодня завершили реализацию одного из ключевых транспортных проектов страны. Это исключительно важный для страны проект. Он важен не только для края, он важен для всех регионов России, потому что груз, который следует по направлению портов Азово-Черноморского бассейна, рождается во всех уголках нашей Родины и в Сибири, и на Дальнем Востоке. В общем, здорово. Я вас поздравляю с завершением работы. Хочу искренне сказать вам большое спасибо всем, кто принимал участие в этой большой работе. Особое значение новая магистраль имеет для жителей Краснодара. Городские ЖД-переезды разгрузятся, а значит увеличится пропускная способность. И автомобилисты будут реже стоять перед закрытым шлагбаумом. Как отметил Вениамин Кондратьев, железнодорожный обход кубанской столице – это огромный шаг вперед. Новый путепровод позволит развивать систему пригородного транспорта, а также поможет связать с центром отдаленные микрорайоны. Грузовые поезда пойдут теперь вокруг Краснодара. Для нас это важно, потому что пересечения железнодорожных путей с автомобильными как раз и являлись в том числе определенным затором. И сегодня можем смело сказать, что, конечно, это будет способствовать решению тех транспортных проблем, в том числе пробок высокобальных, которые в Краснодаре существуют. Но самое главное – это железнодорожная инфраструктура будет использоваться для того, чтобы мы привязали микрорайоны Краснодара к центру и пригородные районы Краснодара к самому Краснодару посредством наземного метро. Этот вариант сегодня прорабатывается. Я думаю, он также будет совместно с российскими железными дорогами реализован. Общий объем инвестиций в проект составил около 150 миллиардов рублей. Также были построены новая станция Кирпили и разъезд Бесужек. До сегодняшнего дня по железнодорожному обходу Краснодара было открыто рабочее движение, то есть по рельсам ездил исключительно строительный транспорт. Реализация такого масштабного проекта была завершена на год раньше – намеченного срока. В каждом проекте есть золотое звено. Вот эти 65 километров на 10 часов сократят срок передвижения грузов. Это очень важно для экономики нашей страны. Это дополнительные налоги. Это дополнительная возможность работы. При этом обход построен по самым современным экологичным требованиям. Уникальность железнодорожной ветки в том, что по ней можно проехать без остановок. 65-километровый участок нигде не пересекается с другими транспортными артериями. При этом строительство железнодорожного полотна никак не помешало работам на полях. Новая железнодорожная ветка проходит по аграрным землям, но специально для фермеров и сельхозтехники строители возвели наземные проезды, чтобы комбайны и тракторы смогли свободно перемещаться с одного поля на другое. Железнодорожный обход Краснодара всего лишь часть комплексной программы. В ближайшие два года, чтобы ускорить доставку грузов к морю, планируют проложить еще более 200 километров путей. Вице-премьер России вместе с главой Кубани проехались по новому ЖД-участку. По дороге в Краснодар Вениамин Кондратьев представил Максиму Акимову проект экспортно-импортного хаба. Он должен объединить 9 портов и 4 аэропорта. Губернатор Кубани обратил внимание на необходимость создания единой транспортной логистики. В частности, рельс зашла о подъездных путях к перевалочным терминалам в портах края. Сегодня, безусловно, мы должны выработать единую транспортную логистику и логистику перевалки грузов, собственных портов. Каждый из них строят те или иные терминалы по перевалке, чего бы ни было. Конечно, они будут нуждаться в дополнительной транспортной инфраструктуре. Огромная просьба к вам, к правительству России, все-таки создать правовую базу для того, чтобы мы могли четко понимать принципы дальнейшего развития, исторического инфраструктуры, экспортного хаба, портов юга России, приоритеты перевалок, по большому счету. И вот здесь прозрачность в том числе со стороны государства, потому что еще с подчеркнув, что дороги все проходят через те доли гражданского края, как к этим портам. И здесь тоже даже согласится, где собственная экономия будет прозрачна, когда деньги к инвесторам, когда мы готовы подготовить паспорт проекта. Единственное представить вам на согласовании дальнейшее утверждение уже мощного современного экспортно-импортного хаба портов юга России. Созданием паспорта проекта интеграции хаба с национальными проектами займется специальная рабочая группа. Масштабный перегрузочный узел должен обеспечить совершенно иные возможности для экспорта продукции кубанских производителей на мировой рынок. Развитие транспортной инфраструктуры – одно из ключевых направлений в крае. Речь не только об автомобильных дорогах, задачи которой предстоит решить региональной власти в 2019-м обсуждали в Краснодаре еще на первой в этом году краевой планерке. На ней губернатор обозначил основные направления работы. Обсуждаемые сегодня решения без сомнения повлияют на жизнь миллионов кубанцев. Приоритетные проекты затрагивают практически все сферы жизни – здравоохранение, ЖКХ, образование, сельскохозяйство, промышленность. Многие задачи легли в основу стратегии развития региона на ближайшие 11 лет. Мы в прошлом году говорили о стратегии края 2030 и наступил 2019 год и нам эту программу жизни, которая стратегия зовется, нужно уже реализовывать. Те параметры, которые заложены были в стратегии развития, предиктованы жизнью нашего региона, жизнью для того, чтобы мы развивались и приоритеты на этот год мы должны расставить. Прошу своих коллег, вице-губернатора чтобы довели в каждой своем блоке приоритетные проекты, приоритетные направления, которые коллеги должны не просто быть заявлены, они должны быть реализованы. Мы должны сегодня сохранить стабильность. Стабильность в нашем регионе и стабильность нашего региона. А стабильность региона, знаете в чем? В развитии. Только в развитии стабильность региона. И движение должно быть очень активное, динамичное. Потому что только движение источник благосостояния. Приоритетные проекты Краснодарского края по направлениям закреплены за вице-губернаторами. Сегодня каждый из них в деталях доложил Вениамину Кондратьеву об этапах реализации поставленных задач. Серьезные деньги в этом году направят в Дорожный фонд. Более 31 миллиарда рублей. Отремонтировать планируется 600 километров краевых дорог. Масштабное строительство ждут и в Новороссийске с Краснодаром. Новые транспортные артерии должны разгрузить города от транзитных автомобилей. Мне важно понимать, что те проекты, которые в прошлом году мы заявили, которые будут однозначны. Это обездная дорога в обход Новороссийск. Коллеги, стратегическая задача. И я не приму никакие возражения, не дай бог, но я надеюсь их не будет, что мы в этом году не приступим к строительству обездной дороги вокруг Новороссийска. Как и дальний западный обход Краснодара. Коллеги, не может быть, еще раз подчеркиваю, никаких объяснений. Достаточно было прошлого года на проектирование, на согласование. Поэтому никто и ничто не помешает в этом году приступить, еще раз подчеркиваю, к строительству и дальнего западного обхода Краснодара и обездной дороги вокруг Новороссийска. Развитие транспортной инфраструктуры – одно из ключевых направлений. И речь не только об автомобильных дорогах. Огромные деньги выделяют на общественный транспорт. Вице-губернатор Игорь Голась, отвечающий за финансы, рассказал, что уже зарезервированы миллиарды рублей на обновление трамвайного состава в краевой столице. Помимо тех направлений строительства школ, больниц, дорожной инфраструктуры, которые здесь уже говорились, я хотел бы отметить еще на такое направление. Это то, что мы предусмотрели 3 миллиарда рублей в краевом бюджете на 3 года по миллиарду ежегодно на обновление трамваев. И это серьезно обновит парк трамваев в рамках именно Краснодарской агломерации. Средства на реализацию поставленных задач нужны немалые. Но это тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Тем более, что многие приоритетные для региона проекта в той или иной степени взаимосвязаны. На реализацию всех региональных проектов понадобится не один миллиард рублей. Поэтому логично, что увеличивается консолидированный бюджет края. В нынешнем году он должен составить не менее 280 миллиардов рублей. Еще внушительнее выглядит объем инвестиций, которые собираются привлечь по всем отраслям – 600 миллиардов рублей. Все эти цифры в итоге выливаются в конкретный результат. На Кубани появится более 7 тысяч новых рабочих мест. Напомню, тема нашей программы – дороги. И в этом году в Крае обновятся 600 километров асфальтового полотна. Положительные перемены на дорогах Края благодаря развитию дорожной сети и реализации краевых госпрограмм кубанцы и гости Края увидят уже этим летом, уверяют власти региона. На этом я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех событий своего города и Края. В студии была Инга Габешия. До встречи в эфире.